Привет, меня зовут Алексей и сегодня я расскажу об 11 фактах, которые важно знать при запуске летающего крыла. Показывать и рассказывать я буду на примере летающего крыла DART 250G. Предположим, что вы посмотрели уже мое предыдущее видео по настройке артопилота на полетном контроле PixRacer, который я использую на этом летающем крыле. У вас настроены полетные режимы, у вас настроен failsafe, у вас все откалибровано, сервоприводы, регулятор оборотов, приемник радиоуправления, то есть все-все-все вы настроили. На что же важно обратить внимание перед первым полетом, чтобы из этого красивого самолета не получить груду обломков. Сейчас я вам о этом во всем расскажу. Первое, необходимо проверить центр тяжести. Обычно производитель указывает центр тяжести самолета, в данном случае вот есть такие попырышки. Но часто он оказывается неверным или приблизительным, или с запасом каким-то. В данном случае вот с DART 250G центр тяжести находится немножко за попырышками. Это я выявил эмпирическим путем, анализируя логию полета. То есть вот сейчас у меня околоидеальная развесовка, и я его держу за... Вот он, центр тяжести. Сейчас я переверну и покажу, как я его держу. То есть я его держу несколько за этими попырышками. То есть палец я кладу не на попырышки, а немножко за ними. И так вот достигается идеальная центровка. Если я же я кладу вот на попырышки, у меня хвост маленько перевешивает. Второй важный пункт – это проверка корректной работы серв в режиме стабилизации, а также в мануальном режиме с пульта. То есть в режиме стабилизации, если вы самолет наклоняете влево, правая серва должна отклониться вверх, левая отклониться вниз. Сейчас вот со спутниками у него проблемы, он там не до конца инерциалку инициализировал, поэтому не совсем. Но видно, что вот я отклоняю вправо, левая серва пошла далеко вверх, правая откинулась маленько вниз. Вот, клоню влево, правая пошла вверх, левая отклоняется вниз. Так должны работать ваши сервы. Далее, самолет отклоняете вверх, сервы пошли вниз. Вот они сравнялись почти. Самолет отклоняете вниз, сервы ушли вверх. Так все должно работать. Если работать иначе, значит нужно инвертировать работу сервоприводов в настройке полетного контроллера. Далее проверяется работа серв в мануальном режиме. То есть отклоняю стик на себя, сервы должны подняться вверх. Отклоняю стик от себя, сервы пошли вниз. Поворачиваю стик налево, левая серва пошла вверх, правая пошла вниз. Стик вправо, правая вверх, левая вниз. Вот так они должны работать в мануальном режиме. Если это работать не так, у вас, значит это дело нужно исправлять. Третий пункт. Настроить в аппаратуре микс вверх по тангажу на какой-нибудь переключатель. Не советую делать первый запуск в каком-нибудь take-off или автоланч режиме. Можно наломать бровь. Делал я это следующим образом. Вот этот стик я назначил на питч вверх. Видно, как меняется сигнал во втором канале. То есть я просто щелкаю стик вверх, даю газ вперед и кидаю в самолет. И он сразу начинает набирать высоту. Делается это через миксеры. В данном случае вот он, микс. То есть делается минус 10, свитч, рудер. И в этом случае при активации этого свитча добавляется микс. Вот он в мануальный режим. Я ее щелкаю стиком и элевоны маленько приподнимаются. И самолет без лишних команд. То есть не нужно стик так вот держать руками, что неудобно и кидать его. Просто настроил и кидаешь самолет и он сразу начинает набирать высоту. Потом выключаешь. Все. Следующий важный пункт это проверить отклонение элевонов в нейтральном положении серф. То есть сейчас у меня стоит мануальный режим. Он уже маленько оттримирован там. Но я это дело подгоняю, чтобы при 1500, то есть при нейтральном положении без автотрима серфы были вот в таком положении. То есть в нейтральном положении они должны быть вот так вот приподняты. Тогда процедура автотрима пройдет быстрее и лучше. И вообще пройдет. Потому что если диапазон автотрима будет недостаточно, то он просто-напросто не произойдет. И в мануале самолет будет у вас либо пикировать, либо наоборот задирать нос. Далее самое время сделать перерыв. Поставить лайк этому видео. Подписаться на канал, если таким-то чудом еще не подписан. Вот там кнопочка. Можно еще по колокольчику замкнуть. Тоже будет хорошо. Что-то сделал? Да? Поехали дальше. Пятый пункт это проверить тягу, создаваемую мотором и пропеллером. На тот случай, если вы винт поставили не той стороной или мотор уращается не в ту сторону. Знаю, это звучит глупо, но такая ситуация возможна. Шестой пункт это проверить выкос мотора. Мотор должен быть строго перпендикулярен оси самолета вот в этой плоскости, потому что у меня он был не перпендикулярен, и зато у меня были проблемы с запуском. Для некоторых аппаратов возможно потребуется выкос вот в этой плоскости вертикальный вверх. Для дарта этот выкос в принципе не обязателен, но по шайбочке я под нижние болтики подложил. Ну, не уверен, что это вообще имело смысл, но все подкладывают и я подложил. Седьмой пункт проверить угол установки полетного контроллера. На взлет, скорее всего, это никак и не повлияет. Возможно, там в стабилизационных режимах будет либо уход вниз, либо уход вверх. Но он должен иметь небольшой угол относительно плоскости крыла. То есть, где-то градусов 2-4 градуса относительно плоскости крыла будет более чем достаточно. Восьмой пункт. Проверить, что винтомоторная группа выдержит взлетный газ в течение 10-15 секунд. При использовании штатного 5-дюймового, ну, не совсем штатного уже, но 5-дюймового пропеллера, чтобы быть уверенным, что я не спалю мотор, я ограничил газ 80% Этого хватает для уверенного взлета как в штиль, так и в небольшой попутный ветер. В случае же со штатным 3-дюймовым пропеллером я снял это ограничение, потому что на 80% тяги уже недостаточно. Самолет взлетает на пределе возможностей, но со 100% газа на 3С на штатном трехлопастном пропеллере самолет взлетает замечательно. После включения питания лучше его 30-40 секунд не трогать, желательно его включать там, где нет металлических поверхностей, то есть не на капоте машины, а где-нибудь там в травке, чтобы инфициальная система полностью инициализировалась, чтобы на компас не было никаких наводок при включении полетного контроллера и необходимо дождаться устойчивого фикса спутников, то есть чтобы спутников было поймано не менее там 10-12 если у вас там мультисистемный GPS ГЛОНАСС-приемник как у меня. Десятый пункт. Залетать я советую в FBWA режиме, если вы новичок, ну и в мануале, если вы профи. Хотя я думаю, профи не будут смотреть это видео. Да, в режиме FBWA есть риск краша из-за слишком высоких или низких пидов. Но лично мне кажется, что у новичка краш намного вероятнее произойдет при запуске в мануальном режиме. Лично у меня стоковые пиды на дарте работали более-менее приемлемо. Да, были периодические осцилляции, но к крашу это не приводило. Одиннадцатый пункт. Так, не пикай. Включить все возможные регистраторы. Это DVR-ка на очках, приложение Telemetry Viewer на смартфоне, может быть там еще на аппаратуре у вас что-то есть. У меня древняя там 9XR, у меня тут ничего такого нету. Координаты не пишутся. Потому что если что-то пойдет не так, чтобы вы могли найти аппарат по координатам. Я надеюсь, вы уже вывели координаты на ОСД, так, чтобы их можно было видеть при воспроизведении вот этой вот DVR. Итак, все это сделали? Если да, то армим автопилот. Настоятельно рекомендую армить с помощью рудера, чтобы случайно не задизармить самолет в полете. Ладно, стопудово он тут помещение ругается на компас. А нет, заармился. Все, заармили. Включаем микс по тонгажу. Делаем газ 100% и уверенно кидаем самолет почти горизонтально или с небольшим углом вверх. Залетели? Поздравляю. Упали? Не расстраивайтесь. Не падает лишь тот, кто не пробует. После взлета нужно пролететь без движения стиков максимально долго, насколько позволяет зрение, если полет визуальный, или видеотракт, если полет по FPV. Это необходимо, чтобы функция автотренирования смогла отработать достаточно корректно. Руки дрожат от адреналина и устали? Сажайте самолет. Нет? Тогда давайте проверим следующий режим. Наберите высоту и проверьте, как самолет летит в режиме Manual. Но будьте готовы быстро переключиться в FBWA режим. Если автотрим отработал нормально, то лететь должен почти идеально ровно, только немножко покачиваясь от ветра. Не летит ровно и валится? Ладно, проверим эту причину позже по логам. Далее проверяем режим круиз. Должен лететь ровно, без странных уводов в сторону и служит за вашего управления. Летит хорошо? Если да, то идем дальше. Если нет, то хватит на первый раз. Проверяем возврат домой. Должен вернуться к месту арма и кружить над головой. Вот в этот момент я включил возврат домой. Самолет начал резко разворачиваться. достиг домашней точки и согласно своего алгоритма начал нарезать круги. Если полетел куда-то в сторону, то обязательно переключаем в FBW режим и возвращаем его руками. Поздравляю! Первый взлет прошел успешно. Надеюсь, видео было полезным, а может быть даже интересным. Если это так, то ставь лайк, если еще не поставил. Подписывайся на канал, если не подписался. Если есть полезные советы новичкам, пиши это в комментариях. Самые полезные комментарии я обязательно закреплю. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok